МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, в принципе, люди женятся круглый год. В чем особенности осенне-зимнего периода? Особенности свадеб в осенне-зимний период в том, что природа сама создает необычные цвета. Свадьбы летом нетрадиционно проходят на природе. В основном это зеленый цвет, может быть, озеро. Что касается осени, яркие краски, бордовые, оранжевые, они создают уют и тепло. Что касается свадьб в зимний период, то есть белый уже является свадебным традиционным цветом, фотосессия, скажем так, в зимний период в лесу смотрится очень, скажем так, при определенных элементах по-домашнему и уютно. То есть может быть какой-то теплый шарф, плед, могут быть элементы в виде каких-то сухоцветов, либо яблоки, гранаты можно использовать. То же самое и в декоре. То есть в осенне-зимний период зависит, опять же, весь декор зависит от того, какой зал выбрали молодые. В зависимости, самая главная ошибка, скажем так, при декоре, это то, что декор не соответствует залу. То есть если зал белый зимой, можно использовать белый в сочетании с бордовым. Это могут быть, опять же, те же яблоки и гранаты. Можно сделать что-то в... То есть у нас сейчас направление эко, скажем так, и это правильно. В декоре можно использовать шишки, срубки, с пилы деревьев. Что касается осени, опять же, сочетание оранжевого-бордового, элементы темного, темно-зеленого можно изумрудные использовать. Вся цветовая гамма должна сохраняться от и до. То есть начиная от пригласительных и заканчивая букетом невесты. И в зале то же самое. Начиная от зоны росписи, подушечки для колец, даже подставка для торта, они должны полностью соответствовать и твоей гамме, которая выбирается на сезон. Что касается конкретно нашей страны, что больше выбирают наши люди, так скажем? Ну, в последнее время, скажем так, молодожены стараются поддерживаться тенденциями, стилем, который нам диктует, скажем, мода. Вот так вот. Опять же, как я говорила, что декор начинается с выбора зала. В зависимости от зала уже идет то направление по декору, которое нам диктует, скажем так, пространство, в котором будут происходить мероприятия. А какие стили сейчас наиболее популярны среди молодых? Ну, летом у нас был шебе-шик, провансы. Это те стили... Это что такое? Значит, шебе-шик – это потертый шик, как он в переводе. Это дерево, кружево. В основном декораторы используют белый, бежевый, кремовый, оттенки лилового, фиолетового, а немного розового. Сочетание этих нежных цветов придает легкость и уют. Что касается второго стиля, прованс, можно использовать натуральные материалы в виде колосков. Это может быть мешковина, это могут быть стоги сена. То есть все, что нам подарила природа. Но, в принципе, это если подарила природа осенью либо летом. В теплое время осени. А вот сейчас, мне кажется, эти стили никак не вписываются в, скажем так, концепт зимней сказки. Концепты зимней свадьбы подходят... То есть вот то, что лично мне нравится, это использование бархата, велюра. Опять же, начиная от нарядов жениха и невесты и маленьких аксессуаров, заканчивая декором в зале. Многие боятся использовать бархат и велюр, потому что кому-то кажется, что это утяжеляет образ. Мне же, например, кажется очень романтичным, когда на платье невесты бархатная лента какого-нибудь холодного голубого оттенка. Либо это может быть темный, вишневый, бордовый. Жених может использовать бабочку из такого же велюра или бархата. Это может быть пиджак. Что касается декора, я... Опять же, то, что мне нравится и то, что я всегда рекомендую в зимний-осенний период использовать свечи, натуральные свечи. Можно приглушить свет и свечи придадут какое-то, скажем так, что-то очень романтичное, близкое и уютное, интимное для молодожен. Таким образом. А вот если, например, ресторан оформлен в классическом стиле, ну в частности зал? Мне очень нравится в зимних свадьбах сочетание белого и золота, либо серебра. Это могут быть крупные пайетки, это могут быть скатерти с какими-то отливами золотыми, либо серебряными. К золотому, либо серебряному декору зала подходят канделябры высокие со свечами. Можно использовать перья с наконечниками в виде золотого или серебряного напыления. Что касается фотосессий, подкиньте несколько идей. Мне, например, нравятся фотосессии в лесу зимние со снегом. Если у молодоженов есть питомец, он очень хорошо смотрелся бы в кадре. Можно использовать имитацию камина. На камин можно установить золотые, либо серебряные канделябры, зажечь свечи. Это может быть композиция из еловых с использованием граната, яблок, шишек. Таким образом можно использовать плед. Скажите, ну вот это все касается помещения. А вот на улице вы говорили, что лес. А какие еще есть варианты зимние? Есть ли какие-то варианты? Каток, скажем так. Это может быть и лавочка, и чаепитие. Это могут быть и лыжи. В зависимости от того, что нам позволяет местность. Давайте вернемся все-таки к помещению. Вот на мой взгляд, один из самых важных атрибутов – это как раз-таки композиция на столах гостей. Вот как ее грамотно сделать самостоятельно? И в принципе это можно сделать? Можно и даже нужно, потому что это значительная экономия средств. В основном в ресторанах посадка гостей идет до 10-12 человек. А если это свадьба традиционная молдавская, где много гостей и собирается вся семья, количество столов иногда доходит до 15. То есть и одна композиция на стол, в среднем ее стоимость от 300 до 600 лей. Если невеста делает это сама своими ручками, либо ей поможет кто-то из близких, значительно сэкономит свадебные расходы, скажем так. Ну вот я вижу, что ты принесла уже заготовки. Давай сейчас научи нас. Научи нас, наших телезрителей, как же все это делать, чтобы сэкономить. Делается очень просто. Данная композиция соответствует зимнему свадебному декору. Для данной композиции подойдут любые хвойные веточки. Также я подготовила искусственные ягодки. Они у нас есть белого и серого. Не брала красные, потому что может быть у кого-то ассоциация с рождественским, либо новогодним декором. У нас есть три свечи, которые можно будет во время свадебного ужина зажечь. Они придадут уют гостям. И такая заготовочка в виде венка из веток. Ну что, Алиса, давай подсаживайся к нашему гостю. Я тоже. И начнем рукодельничать, поскольку я очень люблю это дело. Давай, учи нас. С чего мы начинаем? Показывай. У нас есть заготовочки в виде веток. Ветки немножко колючие. Аккуратно. Что нам с ними делать? С веточками. У нас есть такой веночек. Значит, ветки мы будем устанавливать следующим образом. Мы не используем клей. Все у нас из того, что есть. То есть нам нужно вставить вот в эти вот... Да, у нас есть пространство между переплетениями прутиков. Сюда мы вставляем основу веточки, которая заранее была очищена. Так, вот таким образом. И таким образом мы будем крепить. Правильно. Лиза, признайся, ты уже когда-то это делала. Спасибо. Я не верю, что ты догадалась сама. У тебя уже есть опыт, видимо. Ой, а как? Ягодки мы просовываем через пространство между прутиками. Ясно. Что, Лиза? Опыт есть, а ты? Да, я буду сидеть вам и мысленно. Помогать. Морально нас поддерживать. Могу надеть кокошник и затянуть песню, например. Давай. Как русские красавицы делали. Да. Что вам спеть? Ну, а что? Главное всего, погода в доме. Любимая свадебная песня. Олина, любимая песня. Ну так, если в продолжении нашей свадебной тематики, расскажите нам, пожалуйста, какие были на вашем опыте, может быть, смешные моменты. Либо, может быть, смешные идеи какие-то у молодоженов, о которых вы отговаривали и говорили, нет, этого лучше не делать. Или неудачные идеи, может быть, какие-то? Не то, что смешные. Скажем так, в силу того, что сейчас очень много информации есть и в интернете, и в журналах по поводу декора, невесты приходят с какой-то идеей, которая полностью не соответствует залу, который они выбрали. То есть это не цветовая гамма, не его основное оформление. Я всегда стараюсь отговорить от того, чтобы декор не смотрелся отдельно от зала. Либо когда жених с невестой задумывают какую-то тематическую вечеринку, но они говорят, что дресс-код не будет соблюдаться гостями. То есть это тоже неправильно. Очень странно будет смотреть за к минимуму. На фотографиях при зоне встречи гостей, где будет определенное оформление, скажем, в том же ковбойском стиле, и гости придут в вечерних платьях, это немножко выбивается. Будет несоответствие. Поэтому я всегда рекомендую продумать детали, начиная от пригласительных, заканчивая встречи гостей, подставкой для торта и всего остального, чтобы смотрелось все гармонично. Только в таком случае можно использовать, получить хороший результат. А в принципе, ты говоришь о том, что декор должен начинаться с выбора зала, но многие же невесты наверняка начинают с выбора платья, поскольку если она выбрала, скажем так, платье в боха стиле, то естественно свадьба в ковбойском стиле, оформление зала будет смотреться нелепо. Как с этим моментом справляться? Во-первых, молодожены ко мне приходят уже после того, как они заказали зал, потому что это делается примерно за год до самого мероприятия. Ух ты! Да, это не быстро. Так как есть предпочтение, скажем, в кухне, либо в определенном ресторане, для того, чтобы были места на определенное время, если это свадьба в сезон, то лучше это, конечно, сделать за год. Тогда вы точно получите тот день и ту дату, которую вы хотите. А если молодожены уже заказали себе зал, ресторан, и в принципе хотят какую-то тематику, которая не подходит, вот нельзя этот декор установить именно в этом зале, что тогда делать? Ведь уже менять ресторан поздно, приходится менять тематику свадьбы? Да, я стараюсь дать рекомендации и убедить в том, что лучше сделать из того, что есть, но сделать правильно и красиво, чем выбиваться из стиля и получить нехороший результат. А в принципе, вот декор, его должно быть много или лучше какие-то мелкие акценты, которые подчеркнут интерьер ресторана? Как не переборщить вот в этом деле, в принципе? В зависимости, опять же, от зала, от его декора и от того, где будет роспись на улице, либо это будет дворик ресторана. Декор, его в принципе много не бывает, если он сделан правильно. Обилие тканей может быть, но ткани должны быть легкие. Может быть, обилие цветов, но, опять же, с правильно подобранной цветовой гаммой. Много декора бывает тогда, когда использованы цвета, которые не сочетаются. Когда элементы из разных стилей скомбинированы неправильно, тогда декора кажется много, даже при его небольшом количестве, скажем так. Я всегда рекомендую, если используются какие-то яркие цвета в декоре, чтобы были только элементы. То есть основной цвет, чтобы был мягким, комфортным, скажем, для глаза и чтобы он не выбивался, а нюансы, детали уже были в соответствии со стилем, который выбрали. То есть, чтобы был какой-то баланс некий, сохранялся. Вот смотри, мы уже что-то сделали. Уже скололи все руки. Да, да, да. Я тоже так аккуратно. Есть такая традиция, я слышала, что если ты укалываешь палец, незамужняя дама, если укалывает палец, это значит, что какой-то прекрасный незнакомец о ней думает. Я надеюсь, что сегодня обо мне думает как минимум человек двадцать, в своем того, как я исколола себе пальцы. Вот мы сейчас это... Ты сейчас переделаешь нашу работу. Нет, все получилось очень красиво и естественно. А главное с любовью. Согласись, Алиса. Не часто мы занимаемся рукоделием. Мы добавим... Можно теперь как на свадьбах продают кусочки торта, так мы сейчас будем лот наш продавать. Может, вы... Я просто его подверю. Потому что сделали мы его вместе. Ну, а мы его потом продадим, знай. Зачем так меркантильно, Алиса? Становим последний лет. Ну, а что, Наташа, как там? Мы потом наоборот разыграем... Кстати, давайте разыграем тот, кто первый... Какая прекрасная идея. Пришлет смс-ку. Комплимент. Комплимент. С комплиментом. Да. С лучшим комплиментом. Номер чуть позже мы вам покажем, на какую отправлять смс-ку. Тот и получит этот прекрасный композицию на стол. Да, у нас она еще пока, конечно... А мы ее доделаем как раз к тому моменту, когда вы отправите смс-ку. Она будет чудесным таким вот комплиментом, кстати, вам от нашего декоратора. Так что не переборщите. С комплиментом тоже. Так, вот мы, в принципе, украсили. Что дальше? Все, как я говорила, очень просто. У нас есть ваза, которую мы устанавливаем посередине. Это может быть абсолютно любая стеклянная посуда, которую вы найдете. Может быть ваза на ножке, может быть ваза круглой формы в виде аквариума. У нас есть свечи, которые мы зажжем. То есть, в принципе, вот все это можно сделать из любых материалов, просто исходя из своих финансовых возможностей, верно? Да. Отлично. А сколько вообще сейчас нужно потратить денег, чтобы уложиться, так скажем, в организацию свадьбы? Ну, нужно понятие очень сложное для каждого, потому что у всех разные потребности. Большинство молодоженов, приходя со своими идеями, они даже не подозревают, как дорого это может обойтись, потому что то, что кажется просто на первый взгляд для декоратора, это колоссальная работа. Бывают случаи, когда приходят с фотографиями огромных композиций цветов. При пересчете стоимости данной композиции жених с невестой полностью отказываются от флористики на своей свадьбе. Это наверняка еще экзотические цветы. А вот, в принципе, на чем можно сэкономить на свадьбе и как это сделать? Я всегда рада, мне очень приятно, когда невеста приходит с чем-то, что они сделали сами. То есть, подарки гостям, презенты могут быть в зимний период. Это могут быть имбирные печенья, скажем. Это могут быть шишечки с какими-то новогодними маленькими игрушками или что-то из того, что можно повесить на елку. То есть, это было бы приятно в зимний период. Комплименты, опять же, может быть из каких-то хвойных, сделанных в мешочке из мешковины. Это очень просто и экономно. Что касается пригласительных, если невеста желает сделать это сама, у нее есть такая возможность. У нас в городе работает много типографий. Есть дизайнеры, которые по идее жениха с невестой сделают что-то индивидуальное и особенное для них. Просто собрать это все воедино соберет какое-то время, но это значительная экономия средств, чем заказать это у декоратора или в свадебном агентстве. Вот ты сейчас взяла и так свою работу обестрелила. На самом деле, очень приятно, когда жених с невестой вместе, либо вместе с родителями, братьями, сестрами, все включаются в процесс и делают что-то вместе, сообща. И очень приятно дать это пригласительное, сказать, вот мы как бы с мужем сделали это вместе. Это очень хорошо. Спасибо, что провела это утро вместе с нами, за то, что помогла, научила нас, как создать композицию. Дала очень много действительно полезных советов нам и нашим телезрителям. Спасибо вам, что пригласили.